Здравствуйте, дорогие друзья! Это экологические экскурсии в Петербурге. Алексей Коткин. Мы сегодня находимся на острове Котлин. В заказнике Западный Котлин. Прекрасное место. Замечательная жемчужина природы Санкт-Петербурга. И здесь мы встретили знаменитого зоопсихолога, одного из самых известных человек в этой области в нашей стране, в России, Дмитрия Тарасова, который занимается любыми проблемными вопросами, с собаками, кошками. Известный кинолог Российской Федерации, обладатель различных званий, регалий и титулов. Но здесь мы увидели его совершенно не с собакой, а совершенно с другим животным, а именно с енотом. Дмитрий, почему енот, а не собака? Вы же известный кинолог, руководитель школы Компаньон, и, в общем-то, можете из любой собаки сделать спутника жизни человека, настоящего друга и товарища, а тут енот. Дело в том, что и собаки многие могут сделать. В общем-то, собаки спутника жизни и товарища сделали миллионы лет эволюции. А вот сделать такого друга из енота, это достаточно интересный научный эксперимент, который в данный момент я произвожу. Вот видите, я сейчас изучаю полоскательное свойство енота-полоскуна. Это как раз он демонстрирует свое естественное поведение, почему он называется полоскун. Вот наука не знает ответа на этот вопрос, называется и все. Вот сейчас мы можем видеть и прикоснуться к разгадке этой тайны. Что же он там полоскает? А к собаке и еноты близко ли они находятся, или это совершенно разные планеты? К собаке и еноты находятся достаточно близко. И даже, например, данный конкретный енот очень любит находиться близко к собакам и вступать с ними в тесное взаимодействие с зубами, когтями и прочими частями тела. Чем активнее взаимодействие, тем более доволен остается им енот-полоской. Поэтому это достаточно близкие виды, хотя, конечно, биологически они относятся к совершенно разным ветвям. Еноты скорее ближе к медведям. Еноты животные древесные, они живут на деревьях. Собаки живут на земле, в норах дикие собаки живут. Но, тем не менее, данный конкретный енот очень любит взаимодействовать с собаками, с баранами, с альпаками, с различными другими видами животных. И даже с теми, кто проводит экскурсии по экологическому тропу. Дмитрий, скажите, а еноты, они в принципе дрессировки подвластны, либо это все-таки дикий зверь и все человеческое ему чуждо, ну в том числе и какие-то команды? Нет, ему как раз не чуждо ничего человеческое, в том числе и стремление к свободе. То есть енот животные очень умные, но очень свободные. Оно моментально усваивает команды и быстро разбирается в том, что от него требуется, и может делать очень многое, но делает это исключительно по велению сердца и души. В этом смысле, конечно, еноты во многом, так сказать, для меня это не только объект исследования живой природы, но и объект исследования жизни и даже, можно сказать, мой духовный учитель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!